Приветствую! После смерти Романа Виктюка поползли слухи о том, что родные не смогут получить по наследству его апартаменты в столице. Однако недавно внучатая племянница звезды опровергла эту информацию. Двухкомнатная квартира Виктюка, расположенная в самом центре Москвы, действительно могла отойти государству, ведь она является настоящим культурным наследием. И не только потому, что в ней с 90-х годов обосновался великий режиссер. Когда-то эта жилплощадь принадлежала сыну Сталина, Василию, а потом и внуку Иосифа Виссарионовича. Кроме того, это не типовая постройка, а индивидуальный проект, один из первых домов, построенных новаторским способом. По оценкам риэлторов, рыночная стоимость квартиры составляет не менее 50 миллионов рублей. Осложнило ситуацию то, что Виктюк не оставил завещание. При этом семьи и детей у режиссера не было, но апартаменты уже давно полностью принадлежали ему, а значит, наследницами мэтра являются две его младшие сестры Кристина и Данута, а также их внучка, которая и расставила все по местам. Впервые слышу, что квартира Романа Григорьевича не была приватизирована. Все документы были оформлены, жилье в собственности. Не надо слушать некомпетентных людей. Наследницами Романа Григорьевича по-прежнему являются две его родные сестры. Это мои бабушки. Еще не прошло полгода со дня его смерти, поэтому мы не знаем, каковы размеры наследства. Это не быстрый процесс, заметила Екатерина Виктюк. Роман Виктюк не просто режиссер-легенда, который внес неоценимый вклад в искусство. Он одна из важнейших фигур российской и мировой театральной жизни.